Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 9 марта И многие из вас отмечают День Ангела Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении Поздравляем с именинами Александра В переводе с греческого это имя означает «мужчина» Небесным покровителем его является священномученик Александр Виноградов Свою духовную службу Господу Богу Александр Федорович начал с чина псаломщика Посвятил сему благодатному занятию 19 лет К 47 годам Александр Виноградов стал священником И служил верой и правдой пастве своей вплоть до самого ареста Трудно служилось батюшке под гнетом советской власти Душили непосильными налогами Каждое слово его, обращенное в проповеди к народу, искажали и доносили И вот в 38 году батюшку Александра арестовали И приговорили к смертной казни Приговор был исполнен незамедлительно Еще один именинник – Тарас Небесным покровителем которого считается Святитель Тарасий, архиепископ Константинопольский Святитель происходил из знатного рода И получил лучшие образования В зрелом возрасте ему выпала честь принять сан патриарха Святой долго отказывался, не считая себя достойным столь высокого сана Но потом подчинился общему желанию с условием Что будет созван Вселенский собор для осуждения иконоборческой ереси Собор состоялся И на нем было утверждено почитание святых икон Святитель Тарасий мудро управлял Константинопольской церковью 22 года Он вел суровую аскетическую жизнь Все свое имение он истратил на богоугодные дела Питая и покоя стариков, нищих, сирот и вдов При кончине святого Бесы, напоминая о его жизни самой юности Старались приписать святителю несовершенные им грехи А он отвечал Я не повинен в том, о чем вы говорите У вас нет надо мною власти А вы знаете, что имя Тарас имеет греческое происхождение И означает мятежник? День ангела сегодня отмечает и Мстислава Это имя имеет славянское происхождение И означает воздающая Ангелом-хранителем ее является преподобно-мученица Мстислава Фокина В миру Мария Уже в 13 лет окончила школу и стал работать на шелкокрутильной фабрике После смерти матери девушка поселилась при храме, который принадлежал Коломенскому мужскому монастырю В 1930 году она приняла монашество с именем Мстислава Во время повсеместного закрытия церквей и монастырей преподобно-мученица поселилась рядом с иноками Но вскоре ее арестовали На допросе она сказала Я смело заявляю Власть притесняет религию Такую дерзость Безбожная власть не прощала Монахиню отправили на каторжные работы А после последовал еще один арест В результате которого Преподобно-мученицу Мстиславу Приговорили к расстрелу А еще своими молитвами к небесным заступникам Мы поздравим Антона, Евгения и Федора Самим имененникам следует посетить храм А если возможно, то и причаститься С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас Да хранит вас Господь!